Да. Алло, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Финансовый департамент компании «Газпрома» беспокоит. Меня зовут Дмитрий Алексеевич. Приятно с вами познакомиться. Татьяна, я подробно осуществлюсь на регистрацию. Сориентируйте меня на каком этапе вы остановились, чтобы я вам помог во всем разобраться. Во время-то видели финансовый директор? Или кто вы там финансовый? Смотрите, Татьяна, вы прошли регистрацию ровно три минуты назад. Ну, это не значит, что я сейчас готова с вами на диалоги на всякий. Ну, я вас прекрасно понимаю, но я вам позвонил сразу после вашей заявки. Ну, молодец. Ну, давайте мы сейчас во всем разберемся и будем приступать к работе. Мужчина, у вас как вообще с головой? Все в порядке? Время 9 часов? Да, Татьяна, у меня все в порядке. У меня также 9 часов. Ну, идите спать. Это не лестникозный что? Идите спать. Татьяна, я обязательно пойду спать после того, как мы с вами обо всем поговорим. Вот завтра мы с вами обо всем поговорим. Татьяна, нет времени. Вы понимаете, что деньги не спят? Не, они у меня сейчас спят. Они у меня сейчас спят. Это отлично. Я за них прям рада. Татьяна, дорогая, вы скажите, а вы с какой цель проходили регистрацию? Я вам не настолько дорогая, чтобы вы мне в 9 часов звонили. Я вам задал вопрос. Что? Это уголовно... Это уголовно наказуемо? Да. Ну и уголовно, но тем не менее, за то, что вы свой торговый счет уже зарегистрировали, и он просто стоит простое, это наказуемо. Накажите меня, накажите меня. Слушайте, Татьяна, а вам скучно дома, я так понимаю? Мне не скучно дома, время 9 часов вечера. Прекрасно. Если бы вы прошли регистрацию в 19 часов вечера, вам также бы туда перезвонил. Вы что там, вообще не всебешная, что ли, или что? А вы почему так общаетесь? Да просто я не пойму вообще, что за спешка такая. Я позвонила, о, поздравляю, там, туда-сюда. Я не рассчитывала на такой быстрый диалог. Татьяна, вы обратились в инвестиционную компанию. Я еще никуда не обратилась, я просто оставила свой телефон. Татьяна, зачем... Да, прекрасно. Зачем вы обратились к нам? Поговорить завтра. Поговорить завтра? Да, я хочу газом поторговать. Татьяна, у меня нет времени за вами бегать, потому что у меня есть сделки, на которых мы зарабатываем. Если вы являетесь для меня надежным партнером, зачем тогда это все? Вот смотрите, ситуация, у меня есть сегодня сделка, на которой вы заработаете. Нет, сегодня я не хочу, сегодня я уже заработаю. Нет, ситуация. Я вам звоню, говорю, что есть хорошая сделка, вы мне скажете нет, давай завтра? Да. А, то есть вам деньги не нужны? Не нужны. Так я не знаю, что в 9 часов вечера, о чём мы разговариваем. В 9 часов вечера только проституткам нужны деньги, а мне не нужны, и я днём зарабатываю. А, значит вы себя сравниваете с теми женщинами? Нет. До свидания. До свидания. Алё. Алё, Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Сразу прошу прощения, я соотвлекаю вас за одну минуту, но звоню вам не просят арк. Я старший аккаунт-мастер по программе «Газпром». Посмотрите, пожалуйста. Вы же уже приступили к активации, или ещё вы только разбираетесь? А где вы это видите? Говорю, вы приступили уже к активации, или ещё только разбираетесь? Так я спрашиваю, а где вы это видите? Вы прошли регистрацию по автоматизированной торговле. Ну? По программе «Гром», правильно? И что? Во время у вас ознакомления возникли какие-то вопросы? Ну, абсолютно нет никаких. В целом вообще понимаете, да, как это работает? Ну, вы знаете, я не поняла, как чего работает, потому что вот я там, когда понажимала на какие-то кнопочки, мне потом сразу отзвонился какой-то наркоман, ночью практически. Ну вот, начал что-то какие-то вообще странные вещи говорить, ну вот, и я чуть-чуть испугалась вообще, что это было. Ну вот, негативные моменты, это то, что в вашей компании работают наркоманы. Вы знаете, просто на самом деле у нас, в принципе, мы работаем с разными людьми, которые, некоторые разные часовые пояса по России, это Хабаровский край, Владивосток, Москва, Петербург, поэтому разные часовые пояса. Иногда у нас происходит такое, что мы же просто в силу своей загруженности не видят и не просматривают второй пояс и занят такое позднее время. Вы, я же еще раз повторяю, вы заранее просите за это оплошное. А чего он в измененном состоянии-то был? Ладно бы просто в 9 часов позвонил нормальный человек, а тут человек реально под кайфом. Вы знаете, на самом деле я буду с этим разбираться, поэтому мы, я прослушаю все, я прослушаю разговор, который он с вами, потому что у нас в социальных юридикациях, мы работаем на государство, и только если на государство, мы должны обязательно записывать разговоры, ну, в силу того, что понимаете вообще, в чем проблема. Мы с этим разберем, мы подадим жалобу у нас их департамент побезопасности и их департамент, который будет уже вместе непосредственно с этим разбираться. Так вы же его уже уволили. Да, я еще раз прошу прощения, это наша оплошность, которую мы в вращающей строке исправим, переносим еще раз свои извинения. Подскажите, я так понимаю, что вы в этом, вы не различаете, правильно, как работает вообще данное направление? А какое направление-то? Примерно я сейчас объясню. Смотрите, вы прошли регистрацию свежих по правилам Газпром. Это является автоматизированной торговлей. Чего? 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 Еще раз. Да, я сейчас вам более расскажу, так, чтобы вам было детально понятно на простых примерах. Это обуховенный перспективный фактической торговли. Вы покупаете дешевле, продаете дороже, зарабатываете на разницу. Так работают банки. Элементарно я вам наведу примеры. Банк Сейфов, Альфа-банк, ВТП, Русский Стандарт, Сбербанк. Они также зарабатывают на клиентах. Они, когда вы образно говоря, обнимаете кредиты, микрозаймы, ложите деньги, меняете валюту в банках. Они зарабатывают. Они у вас берут сначала, они зарабатывают дешевле, а потом с вас будут проценты, и затем, получается, покупают у вас дороже. Зарабатывают на этой разнице. Охеренная аналогия с Газпромом. Мне нравится. Просто, смотрите, Газпром, Газпром. Здесь идет речь о акциях Газпрома, в которую вы сможете также само, например, купить дешевле, продать дороже. Акции Лукойл. А что у нас, Газпром владеет Лукойлом? Нет, подождите, я... Нет, совсем... Во-первых, Лукойл и Газпром это совсем разные вещи. Я вам навожу примеры, которые... Вы можете купить акции Газпрома, Лукойла, Ростнефть. Это все в Газпроме я могу купить? Это я прям все в Газпроме могу купить? Нет, это отдельно. Я же говорю, это и является автоматизированной торговлей, которая независимо... Вы просто проходите регистрацию по Газпрому. В дальнейшем мы вам рассказываем, что вы можете зарабатывать не только на Газпроме, но еще на некоторых сделках, которые... Но по Газпрому вам работать одному это не прибыльно. Почему? Потому что на самом деле принцип заключается в том, что у вас есть сделки. Сделки в разных сферах. Вы получаете от этого прибыль. Если вы будете вертеться только в одном Газпроме, образно говоря, вы завтра можете легко потерять. Потерять в плане того, что цена за баррель. Может сегодня у вас завтра подняться, вы сможете в этом потерять буквально 5%. А что, газ он тоже в баррелях измеряется, да? Нет, подожди, а Газпром... Газпром что? У него только газ? А что у него еще? Ну, а вы не знаете о залежах, которые нет в Газпроме? Газпром, во-первых, у него есть разные офшорные какие-то... Он получает... Как же с нефти? А Миллер знает об этом вообще, что он получает с нефти? Конечно, ну, это, пожалуйста, заходите. Аналитик вам покажет полностью всю картину, которую вы... Отчеты есть в интернете, пожалуйста. Без проблем. То есть там прям вот структура доходов Газпрома, да? Куда входит залежи нефти? Нет, структура дохода Газпрома — это конфиденциальная информация Газпрома. Есть обыкновенный аналитический анализ, который... Те, которые у нас есть, это живой эксперт, которого есть. Команда — это аналитики, теоретики, которые смотрят. Акции, куда Газпром вкладывает. Элементарные же новости есть. Интересные вам новости про Газпром, про Лукойл, про те же вклады, где как что развивается, во что вкладывают, как акции, где вы сможете потерять, где вы сможете заработать, пожалуйста, это свободный доступ. Потрясающе. Вы же сюда пришли зарабатывать? Зарабатывать. Почему это я сюда пришла зарабатывать? Я зарабатываю на работе. Да, я понимаю. Это у вас основной доход. Не хотелось бы иметь пассивный доход. Ну, это не пассивный доход, я просто тут... Нам как раз с Газпрома придут премии за наши разработки климатические. Ну вот, и я бы хотела эту премию разместить нормально, а не в банке. Ну, потому что в банке, смотрите, я вам найду прям простой пример. В банке вы можете хранить только валюту. Плюс платить за нее проценты. В нашей компании у вас есть инвесторный счет. Сейчас, сейчас, подождите, девушка, 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 подождите. Я чуть-чуть из обморка выйду от того, что вы мне сказали. В банке я могу только валюту хранить и проценты за это платить? Сейчас у меня, подождите, у меня тут когнитивный диссонанс. Мы сейчас вообще про какое государство говорим с вами? Нет, нет, подождите. Я вам сейчас объясню. Вы, прежде всего, впадать когнитивный диссонанс. И я вам просто объясню, наведу пример, и тогда мы с вами разберем. Давайте, давайте. Да, вот про банки мне прям, да, мне прям интересно, да. Я согласна с вами, если я где-то не права, пожалуйста, вы меня подправите, но вместе с вами это обсудим. Я вам объясняю, что, смотрите, в чем разница инвестиционного счета в компании и банках? Хорошо. Вы на данный момент, если пойдете в Сверган, Свербан, Альфа, ПТБ, вы сможете туда положить золото? Хорошо, золото да, окей. Ну? Хранить, да, хранить, смотрите, валютные пары, биткоины. Можете? Нет. Потому что это не натуральный актив, это виртуальный актив. Как я могу виртуальный актив хранить? Товар на старевой рынке, да. Вот именно, и вот вы сами ответили на свой вопрос. У нас же вы можете хранить не только ваши деньги, но и виртуальные активы. Ну, а зачем, подождите, а зачем мне их хранить? Они, вон, скачут туда-сюда, и что это вообще за хранение? Ну, вам же их нужно куда-то в активацию, что в активацию потом действует. В какую активацию? Вы не можете пощупать, вы же не можете пощупать биткоины, нет? Нет. И что? Но вы же на этом хотите зарабатывать. На биткоинах ни в коем случае не хочу. Биткоины сейчас хлопнут наконец-то излишек денежной массы очень эффектно. Ну вот, я думаю, что если биткоин сейчас присядет хотя бы на 30 процентов, то отлично, половина лодырей уйдут с этого рынка без денег. Ну, он, на самом деле, только вчера упал на такой небольшой процент, но, возможно, вы увидели, какая цена была. Ну, а сегодня вас не смущает, что он на 12 процентов упал? Только за сегодняшний день. Ну и чего? Так это начало только. Я думаю, что он к семерке-то вернется. Он просто скушал много инвесторов и инвесторских компаний, которые на рынке мешают. Вот и все. Вы знаете, на самом деле, в 2008 году то же самое, когда только-только это развивалось, никто не хотел его покупать, никто говорили, что это глупо. И никто не думал, что он зарастет до такой суммы. Все дурочки думали, а, покупай, 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 давай. Но в один прекрасный момент люди просто разбогатили. И так же самое сейчас. Я вам говорю, это, знаете как, элементарно я вам расскажу. У нас, когда была в Киеве, в Киеве, в Киеве, что все говорили, нефть растет. Растет. Супер. Все говорили, давай, покупай. Класс. Давай. Все. Аналитик весь мир говорил. Вот, посмотрите, аналитические анализы, нефть растет. Но все ушли в ночь на отдых. И ночью умер король с водоской аналии. И знаете что, нефть упала. Мы не можем с вами предугадать, на самом деле, как оно случится. Скажите, а аналитический анализ это вообще что? Аналитический анализ? Да. Это когда, когда сидит команда. Да. В этой сфере более 10-12 лет. Ага. И они анализируют рынок, смотрят отчеты компании. Давайте наведем, например, вам на примере компании и тексты. Это есть определенный социологический анализ, углубленный, который совершают люди. Смотрят, когда там акции компании росли, когда падали, что происходит в движении. они также просматривают, например, возьмем с вами, элементарно даже, компанию Apple. Они, например, выход нового айфона. Каждый год в сентябре месяца. Они берут за прошлый год анализ, за еще два года и сравнивают. Примерное движение, как оно все происходит. А эти чудо-люда люди, они так и называются, да, аналитические аналитики? Нет. А как? Это есть теоретик, аналитик, диржевой эксперт, финансовый эксперт. На брокера есть также который, пожалуйста. Чего на брокера есть? Посмотрите, что? Ну, вы говорите, на брокера также есть. Что на брокера есть? Нет. Я говорю, также есть брокер, который также является экспертом на фондовых рынках, на финансовых рынках. Который открывает сделки, получает процент от открытия сделок. Подождите. Брокер, насколько я знаю, это просто посредник между трейдером и биржей. Чего он там... Нет, подожди. Хорошо, да. Что зарабатывает? Объяснение тогда. Из чего брокер зарабатывает? Брокер? Ну, компания брокер. Она зарабатывает на комиссиях со сделок. Компания брокер. Ну, да. На открытии есть пресс. Ну? Пресс. Это комиссия при открытии сделки. На этом брокер зарабатывает. Да у вас и при открытии, и при закрытии это... Ну, собственно, это и есть их чистый доход. Они там ничего не анализируют. Им это не надо. Ну, да. Подождите. Но в основном брокеры, они не открывают все сделки. Ты пришел к брокеру и говоришь, привет, я хочу открыть сделку. Нет. Они смотрят, какая сделка не будет выгодной. Где больше комиссии? Но они тоже осведомленные люди в этом плане. Это что они просто... А вы прям, прям реально думаете, что вот то, что вы говорите, это оно так и есть? Это вот прям реально, вот ваше видение рынка вообще, что вот я пришла к брокеру, говорю, братан там, да, он мне говорит, нет, Анюха, это не откроем. Брокер исполняет мои поручения. И все. И никаких там нет, Анюха, я тебя не открою, такого не бывает. Он посредник. Ну, посредник, посредник. Только не в той роли, которую вы мне сейчас описали красиво. Вы там правда? Вы там все наркоманы, что ли? Девушка, во-первых, подбирайте, пожалуйста, выражение. Нет, ну, я все понимаю, Анастасия. 23 февраля. Вы, наверное, там уже отмечаете, поэтому, ну, как бы, причинно-следственная связь, она утеряна. Я все понимаю. Девушка, послушайте меня. Да. Я вам говорю, во-первых, подбирайте, пожалуйста, выражение. А что, я на вас матом ругаюсь там или еще что-то? Что случилось такое? Нет, нет, ну, на самом деле, не позволительно, чтобы вы называли меня наркомантой или еще чего-то. Я сделала предположение про коллектив, который вас готовит. Предположение, да. Да. Ваше предположение ложное. Во-первых, смотри. Я очень рада. Это разное понятие о биржевом брокере, о брокере вообще. Если я вам объясняю простыми словами, которые поймет даже ребенок, ну, так значит, у меня есть какое-то преимущество, потому что даже ребенку могу объяснить, что такое брокер. Нет, так ребенку, наверное, так и нужно объяснять, потому что ребенок любой бред хавает вообще и причмокивает. А мне сейчас это слегка смешно, потому что я вижу, что вы далеки от этой темы. Ну и давайте просто не углубляться. Я работаю... Смотрите, я работаю... Шесть лет. Шесть лет. Двенадцать. Пятнадцать. Сколько вы лет уже работаете в этой чудесной компании Газпром? Смотрите, я не работаю в компании Газпром. Вас не взяли? Я работаю в инвестиционно-аналитической компании. А, вы аналитический-аналитского, да? Да, я аналитический-теоретик. А, аналитический-теоретик, ага. Так. Да. Это Сарказ. Смотрите, я работаю в компании, я не работаю с брокерами, я не работаю с Газпромом. Я к Газпрому не имею никакого отношения. Если вы хотите зарабатывать на Газпроме, ну, пожалуйста, пойдите в Газпром и скажите, здравствуйте. Я хочу зарабатывать с вами с Газпромом. Они скажут, девушка, простите, ну, извините, до свидания. Галина, подождите, подождите, Галина, я сейчас еще раз из обморка выйду. Вы мне сейчас звоните от компании Газпром по проекту, в котором я зарегистрировалась с Газпромом. Вы прошли автоматизированную регистрацию по программе Газпром до конца. Досмотрели ролик Газпромом? А у вас там еще и ролик есть. Алло, девушка, да. Да, да, я вас слушаю. Вы досмотрели? Вы понимаете, что, ну, что, где вы, как, что вы регистрируете? Как оно работает? Нет, я увидела слово Газпром и заработайте на газе. Вот, хочу в Газпроме заработать на газе. Ну, это хорошо, так я вам говорю, что вы будете зарабатывать на акциях. Вы будете покупать дешевле, продавать дороже. Нет, это классическая торговля, когда цены, цены всегда в движении. Либо они падают, либо растут. Вот, если хотите зарабатывать, пожалуйста. Хотите зарабатывать этот товар на сырьевой рынок. Это золото, нефть, газ. Пожалуйста. Ну, Газпром. Чего там про Газпром? Где я на газе-то заработаю, скажите мне? Алло. Алло, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Я говорила, на газе-то я где заработаю, я чуть понять не могу. На газе-то где заработаете? Да, на отечественном. Принадлежащем компании Газпром. На товар на сырьевом рынке. Что, у вас там есть, да, актировки газа? Какие, какие, какие есть вообще финансовые рынки? Есть, держи, есть. Могу вам, подождите по секундочку, у меня просто совещание, а я вас переведу на консультанта. Здравствуйте, здравствуйте. Максим Сергеевич, меня зовут, а у вас какие вопросы, опять, на торговлю возникли? Я вижу, что вы... Слушайте, Максим Сергеевич, а вы не тот наркоман, который мне звонил тогда вот 20 февраля ночью? У вас голос очень похож. Я не знаю, какие эпитеты, но у вас голос очень похож на того. Если вы заман, ко мне неупотребимы в никаких случаях, вам это понятно или нет? Да, вы спортсмен, да? Аналитический аналитик, давайте. Вам это понятно, аналитический аналитик? Да. Вы, мне кажется, не с тем манеджером беседуете. Ну, мне Полина сказала, что вы аналитический аналитик. Если вам, Татьяна, на таком уровне удобно беседовать, то вам, видимо, не в компанию «Газпром». Вам на порох или на бинарные акционы? Если вы хотите более приветствовать, серьезно поговорить, я вас слушаю. Максим, так вы компания «Газпром» или не компания «Газпром»? Меня сейчас вот эта вот чихаль Чаполина, она мне рассказывала, что это не «Газпром» ни в коем случае. А вы мне сейчас говорите уже опять про «Газпром». Вы какая компания-то в итоге, я ничего не поняла? А какой капитал нужен, чтобы торговать с компанией «Газпром»? Минимальный объем акций, которые вы сможете приобрести, это 1,5 миллиона рублей. Это именно у «Газпрома», да? Напрямую. Напрямую. А если я с биржи их за 200 там с чем-то рублей куплю 230? Что? А если я с биржи по 230 рублей куплю, я же могу тысяч на 10 купить? А кто вам продаст на бирже, напрямую МСК, вам биржи не продаст напрямую на 10 тысяч рублей? Что, прям право не продаст? А если средник продают, вам либо посредник эти акции продаст, это инвестиционная компания, либо брокер. Либо идите на МСК биржи, покупайте напрямую на 1,5 миллиона рублей. Если у вас есть капитал меньше, чем 1,5 миллиона рублей, вам необходим посредник между вами и компанией. Ну, все правильно, брокер, да. Тот, кто вам отдает эти акции по данной стоимости, и после чего вы можете их обратно продать. То есть, посещение ликвидности. Есть такое понятие. Я вижу, вы компетентны в этом вопросе. Ну, я многое читала. Вы компетентны? Я понимаю, что вы много читали. Я на это учился, я здесь работаю не один год и не первый. Поэтому и аппетиты ко мне такие не стоит подлагать. А какие-то какие? Катать на акции. Катать на акции. И из того, насколько вы можете их приобрести, минимальный объем акций, покупаемых сейчас, это 50 видений с акций. Сколько? Сколько? 50 видений с акций. А почему? Это кто такой установил? Это установила наша компания. А, это именно, чтобы у вашей компании купить, то минимально 52 акции, да? На прямую. Угу. Это сколько в деньгах? Меньше, мне неинтересно. В деньгах это, получается, в порядке 10 тысяч рублей, чуть больше, чем 10 тысяч рублей. Но, если мы будем использовать маржинальную торговлю, о которой вы, видимо, знаете, вариантов для взятия акций гораздо больше у вас присутствует. Нет, маржинальную торговлю я отрицаю как факт. Потому что вам не объяснили менеджеры акционально, как это работает. Нет, я знаю, как это работает. И где вы читаете, как это работает? Ну, это работает плохо. Ну, как это работает? Ну, как, как вам дают бесконечное плечо, у вас потом все падает на 1%, вы теряете целиком все. Вот, вам так и объяснили. Вот, получается, что вы ничего не знаете о маржинальной торговле? Ну, расскажите. Маржинальная торговля, берем в расчет ваши 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, как вы думаете, на одну сделку выгодно складывать? Ну, на одну нет, а на несколько можно. Размитили точек ручку, я вам сейчас покажу, как это выгодно или не выгодно, чтобы у вас было понятие о том, как работает маржинальная торговля. Ну, давайте, давайте расскажем. Вот, видишь, мы... Взяли? Ага. Напишите 10 тысяч рублей. Ну. Желательно по центру листочка напишите 10 тысяч рублей и разведите две стрелочки в разные стороны. Ага. Так вот, мы никогда не берем 10 тысяч рублей на одну сделку. Средняя ориентированность 10-12% на одну сделку от общего капитала. Ага. То есть, если у вас сумма 10 тысяч рублей, мы берем на маржинальную торговлю залоговую сумму. Тысяча рублей. Тысяча рублей у нас выходит на сделку. При маржинальной торговле 1 к 100, мы высчитываем, что стоимость акции компании «Гастром» сейчас 225 рублей. Угу. Просто на тысячу рублей сколько вы сможете приобрести данных акций? Угу. 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 У нас есть наши поставщики ликвидности, которые нам все ликвидность предоставляют. И что, они вам предоставляют ее без процентов, что ли? И без своих комиссий за сделки? У нас есть условия на покупку данных активов. Мы фиксируем стоимость, мы покупаем в ющерстве, мы работаем с ней с ней в контрактами, и у нас есть свои условия. Поэтому нам так выгоднее. Ну, вам-то может быть выгоднее как угодно. Банк-то, какой прикол с вами работать? Еще раз. Я говорю банку. Банку какой интерес с вами работать? Если банк закупает сейчас пункты по пункту евро по одной стоимости, вы покупаете по другой, ему уже в любом случае выгодно. Потому что любая закупка на рынке происходит с целью перед продажей. И если вы закупили акцию и готовы ее продать, то значит вы уже на этом поработали. Разве не так? Ну, то есть вы банку уже покупаете дороже биржевого, да? Банк готов продать уже выше номинала. А, понятно. Если вы покупаете любой актив на рынке, то значит его кто-то продает. Если его кто-то продает, значит в этот момент его выгодно продать. Этому человеку, или этому банку, или этой инвестиционной компании. Это рынок, Татьян. Тут понятие вот такого фраза складывается. Если вы заходите на долгих рост, то вас не должно вообще, значит, волновать, что представляет за бидность. Если вы заходите от года и до пяти лет. Потому что в самом временном промежутке вы уже появляетесь. С высокой доходности. Этому делается все риск-менеджментом, против-менеджментом и многими-многими отделами, которые занимаются конкретно торговлей. То, что вы осведомлены, мне кажется, у вас был опыт в работе с Синьковым, либо со Сбером. Там, где вам понравились комиссионные сборы. Правильно по этим компаниям? Почему? В Сбербанке очень хорошие, кстати говоря, комиссии. И сколько вы зарабатывали в портале? Ну, за год. С учетом возврата 13% от налоговой. Ну, процентов 40 у меня вышло. В год? Ну, да. Неплохой заработок. Ну, нормальный, да. Если есть один из тех счастливчиков, то все-таки 40% за год заработал. Что значит счастливчиков? Мне кажется, если заходить на просадки, то таких счастливчиков много. Просто дергаться не надо и маржинальные плечи брать. Нет. А в том-то и дело, что нет. Ну, то есть в вашей компании счастливчиков нет, да, я так понимаю? Что? В вашей компании счастливчиков мало, я так понимаю. Мало счастливчиков, если зарабатывали со Сбером или Синьковым. И радовались тем, что они получают. Максимум, что у меня было по клиентам, 61% клиент заработал. Средний заработок по Сберу, по Синькову или просто по брокерам 15% годовых. Ну, это тоже лучше, чем Сбербанковский депозит. Нет, ну, если мы рассматриваем, мы депозит сейчас вообще не рассматриваем. Депозит вам, в принципе, ничего не дает, потому что у вас инфляция сжирает по депозиту. Ну, ладно, если инфляция 3,7, у вас 4,2 депозитных плат, окей. 0,5% вы как-то как выигрываете. Это просто сохранность денег идет. Если мы говорим за торговлю, это другая история. И от компании и компании разные условия. И те условия, которые вам предоставляют наши компании, они на рынке одни из самых лучших. Потому что у вас не только предоставляют возможность просто работать с такими вот функциями, как маршинальная торговля и фьючерс и так далее, но у вас идет прямая поставка информации. То, чего нет на Сбербанке в бесплатной форме. Да, вам могут провести один вебинар на каких-либо условиях, чтобы вас завлечь в общий доступный курс по стоимости, там, 10 тысяч рублей, грубо говоря, за 6 посещений. Слушайте, сейчас столько бесплатных вебинаров. Во-первых, вебинары проводит сама Московская биржа. Я бесплатно. Чего? Цель Московской биржи? Привлечь как можно больше клиентов? Конечно. Московская биржа не получает комиссию. Московская биржа не получает комиссию. Что Московская биржа? У вас есть такие биржи, как Московская, Санкт-Петербургская, Нью-Йоркская и так далее. Там котируют в ценной бумаге. Вот Московская биржа, как юридическое лицо именно, оно проводит, вот вы можете на сайт ММВБ залезть. Ну вот, там проводятся бесплатные семинары для частных инвесторов. Слушай, не знаете, что вы мне это будете говорить? Я знаю, у меня много способов посещения вебинаров и их проведения. Вы мне скажите, а смысл, какая выгода биржи котировать акт в тех или иных компаниях? Что это для вас? Московская биржа не преследует цель получать выгоду. Ну вот, это просто площадка, где идутся размещения вот этих вот акций и котировки и прочее, и прочее. Ну вот, это не коммерческая компания, понимаете? И вот здесь вот, как государственное учреждение, мягко говоря, Московская биржа, она заинтересована в финансовой грамотности населения. Потому что у нас Мишустин сейчас проводит большую компанию по привлечению именно частных инвесторов. Потому что пенсионный фонд под угрозой, скорее всего, мы его потеряем. Ну вот, и они как раз сейчас развивают государственные программы по частным инвесторам. Почему, собственно говоря, нам... Почему налоговая инспекция у нас возвращает 13% подоходного налога за размещенные деньги в индивидуальный инвестиционный счет? То есть, понимаете, если я там свой миллион даже размещу, да? Ну вот, то мне налоговая инспекция с 400 тысяч в год будет возвращать мои 52 тысячи. Это по-любому лучше, чем банковский процент. Даже если я там ничего делать не буду. Если мы рассматриваем торговлю, то всегда лучше, чем банковский процент. Банки сами берут и выступают от лица банки или от лица каких-либо за очередь компаний. Заявляют о покупке тех или иных активов и продаж тех или иных акций. Им это всегда выгоднее брать ваши деньги в оборот и запускать их дальше в оборот. Вопрос не в этом. У каждого есть своя выгода, и у московской биржи так же. Как вы думаете, 300 миллиардов долларов капитализация в Монфирже здесь давать? Просто из-за того, что у него размещенные ценные бумаги? Конечно. А вы откуда думаете? Это пришел какой-то добрый дядя и туда денежку положил, что ли? Это приток капитала, который сейчас идет в Россию. Индекс. Индекс. Наблюдайте за индексами. Я смотрю за объемом сделок за сутки. И по сравнению с тем, что было в 2014-2015 году, у нас оборот московской биржи увеличился в пять раз. И он продолжает увеличиваться именно потому, что сейчас идет возврат капитала в Россию. И в том числе размещение средств частных инвесторов. Вот смотрите, я сейчас открыла онлайн-тренинги на ММВБ. Вот, допустим, завтра будет выбор акций для начинающих инвесторов. Потом конверты скользящих средних. Потом календарный спред. Ну, вы знаете, да, что-то такие? Современная психология инвестирования и трейдинга. И все это бесплатно. Понимаете? То есть это у нас в России сейчас огромное количество бесплатных семинаров. Вот просто огромное. Он ETF. Возможность инвестировать в еврооблигации с небольшим капиталом. А теперь бесплатно, разумеется. Вы посмотрели один курс, один вебинар. Пересвещали на другую. У каждого разного подхода к привогу. Разные свои тратегические наработки и так далее. Невозможно на одном вебинаре узнать всю информацию, которая есть на рынке. Невозможно понять психологию и настроенность рынка. Невозможно узнать прямые отчеты компании, на что они влияют, как это взаимодействует. Невозможно узнать на вебинарах напрямую от того, кто вебинар проводит, каким образом сейчас компания Tesla и ее индийский завод в целом влияют на рост акций этой компании. Невозможно этого на вебинарах узнать. Вы либо узнаете это за отдельную плату на тех или иных площадках и компаниях, когда вам напрямую назначают специалиста. Либо вы себе подбираете уже самостоятельно источника информирования по этим акциям. Понимаете? И вот и все. Нет такого. Да, возможно есть такой вариант. Вы можете общую информацию получить, как и все люди в этом мире. И потом самостоятельно анализировать и думать. Так, эти акции мне подходят, это мне подходит. Есть такая прибыльность, доходность и все. Возможно вы также откроете официальные сайты, официальные источники компании, где публикуются отчеты ее полные. Но это все на свой страх и риск вы делаете в целом. А есть компании по типу наших, где у вас есть риск менеджмент, рассчитывающие все ваши сделки. То, что вы могли не взять во внимание, у нас появляется возможность очень тщательно опирать и очень тщательно анализировать эту информацию. Потому что любой процент вверх или вниз на рынке, это уже следствие. А есть еще причины этого роста или падения. Понимаете меня? А вот чтобы информация вышла в свет, как это было год назад, когда в банке, не в банке, а в немецком отделении Deutsche Bank, открывалась посылка. И вот два дня информация витала в воздухе. Никто ничего не знал. Кроме тех лиц, кто там работал, но по подписку, конечно же. Что делать с этим? Либо это трактовать СМИ как ошибку доставщиков, паштальонов, паштовых отделений. Либо это как теракт трактовать. Либо это как затяжное убийство или что-то в таком роде. И вот два дня информация витала. И пока эта информация витала, никаких телодвижений не происходило по Deutsche Bank. Мы уже знали, как с ним работать. Мы ее тогда зашортили немного. Потому что после выхода информации в свет, акции просили на 7,5%. Мы ее зашортили еще раньше. Вот что значит торговля на финансовой отлично. Общее понятие они у всех есть. Абсолютно у всех. Понимаете? Понимаю, понимаю. Вот вам различие. Если вы хотите заниматься деятельностью торгуя на свои убеждения на суетаны и так далее, окей. Вы это можете делать. Если вы хотите заниматься напрямую с экспертом и специалистами, вам смогут открыть счет. Вы сможете попробовать работать, если не понравится. Работать дальше с Сбербанком. Но... А у вас в каком? У вас не в Сбербанке счет открывается? Или у вас в Газпромбанке открывается счет? Ну, вы открываете счет в компании. Аврора Солдинг и вам открывается инвестиционный счет. Вы выполняете его дополнение и с нему работаете. В Газпромбанк вы с Газпромбанка не приобретете. Вам нужно открывать Газпроминвест счет на сумму обозначенную. Нет, ну а Газпроминвест, мои деньги-то, мои средства где размещают? В каком банке? В Сберии или в Газпроме? Если вы открываете счет в Газпромбанке, они размещаются на топливных банках. Я у вас спрашиваю. В вашей компании. Как ваша компания называется в итоге? Я так понимаю, то вы там то Газпром, то... Как, как? Аврора Холдинг. Вот, Аврора Холдинг. Вот смотрите. Вот смотрите. Аврора Холдинг. Я с вами заключаю договор, перевожу вам деньги. Они на каком банке размещаются? На свой мессионный счет. Приводите, они размещаются на английском банке. Ё-моё. Понятно. Это плохо. А чё, российских банков у вас нет, что ли? У нас филиация в Москве, и в остальном у нас компания имела с возвращения в Англии. А-а-а, понятно. Не, ну с европейской компанией в европейском банке, этого чего нет? За шквар работать. Я не буду там. Я думала хотя бы... Ну потому что кто-то с европейскими банками сейчас работает вообще бред просто полный. По какой причине? Ну по причине того, что у нас идёт на нашу страну санкционное давление. Рано или поздно оно коснётся физиков. Поэтому, не-не, европейские, не. У вас там вариантов по российским банкам нет никаких? Варианты есть. Индивидуально они рассматриваются, но дальше не от 10 тысяч рублей. А я не про 10 тысяч рублей говорю, я вам ещё раз сказала. Мы 10 тысяч рублей вот именно для красоты математики рассматривали. Вот. Так что математики мы рассматриваем. Потому что больше чем обозначена сумма, пока рынок у вас не допустят. Позже есть жюрики свои определённые. А, то есть у вас есть ещё и ограничения для клиентов. Ну вообще скучные тогда. Пока вы клиент новый. Ну понятно. А вас не знаем, вы не знаете нас. Нам мы стартовать не будем с обозначенной суммы. Ну понятно. Больше чем обозначенной суммы. Понятно. Значит я не туда зашла. Понятно. Значит я не туда зашла. Понятно. Удумайте. Олег перемеш картинять их. Удумайте. Солнечный. Удумит. Удумайте.